Сергей, здравствуйте. Вы нас слышите? Скажите что-нибудь. Добрый день. Рад вас слышать и видеть. Надеюсь, меня тоже слышно и видно. Так, ну что же, я так понимаю, что мы начинаем нашу с вами работу. Так, сейчас... Ну, вот наша презентация. Мы говорим с вами про Эмират Шарджа. И я начну с того, что я часто, когда говорю про Шарджа, я говорю, что Шарджа в какой-то степени забытый, а в какой-то степени недооцененный Эмират. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, мы все прекрасно знаем наших соседей, лидера, так сказать, туристического в ОАЕ, это Эмират Дубай. Мы слышим о других Эмиратах. Но мы забываем, что, собственно, первым княжеством, которое стало принимать вообще иностранных туристов, а туристов из России и СНГ, стала Шарджа. И Шарджа была пионером въездного туризма в Эмираты, еще начиная с 70-х годов прошлого века. Почему недооцененный? Потому что на фоне наших соседей, как-то сказать, агентства забывают о Шарджа, забывают предложить Шарджу, забывают показать Шарджу гостям. А Шарджа имеет целый ряд своих достоинств и преимуществ. Но одно из них, и я думаю, что эти преимущества имеют прямое отношение к вашему рынку, к рынку и Казахстана, и рынку Узбекистана. Во-первых, Шарджа – это направление семейного отдыха. И семейный отдых очень важен для Казахстана и Узбекистана, где большие семьи, где много детей. Организация этого отдыха, времяпрепровождение с детьми. В Шарджа все как раз рассчитано на то, чтобы отдых был интересен именно с детьми. Шарджа дешевле наших соседей. Это тоже преимущество Шарджа. Но есть еще одно географическое преимущество Шарджа. Шарджа имеет выходы к двум побережьям. Вот здесь на этой карте вы видите, Шарджа имеет выходы к побережью Арабского залива. Не пугайтесь, это Персидский залив. Но поскольку мы представляем официально представителя Эмирата Шарджа, то мы должны пользоваться той лексикой, которая принята в Эмиратах. И, соответственно, здесь принято говорить Арабский залив, Аль-Халидж-Аль-Араби. Арабский залив, поэтому мы называем залив арабским. И восточное побережье, вы видите, это Аманский залив. Это часть Индийского океана, фактически открытое море. И здесь у Шарджа три анклава, которые выходят на побережье. Это город Дибба на севере, это район Хорфакан и это Кальба. Сейчас, в последнее время, многие, так сказать, изменения в туристическом секторе происходят именно на восточном побережье. Ну и также не надо забывать, что кроме города Шарджа еще княжь занимает значительную часть пустыни, так называемый центральный район. И здесь в последнее время тоже появилось много новых интересных туристических объектов. Вот обо всем этом мы с вами постараемся поговорить в то короткое время, которое нам отведено. Пляжный отдых. Великолепные пляжи в Шарджа. Шарджа, пляжи не застроены, то есть горизонт открытый, чистый. Белые, песчаные, покатые пляжи. Хорошо известен городской пляж Альхан в Шарджа. Рядом находится большинство пляжных отелей. Пляж сделали платным, но стоимость 15 дирхам. Если у вас есть, скажем, ключ или брелок, или визитка из отеля, то вас пустят бесплатно. Пляж оборудован, можно взять зонтики, лежаки, спортивный инвентарь. Цены намного, так сказать, ниже, чем на некоторых других пляжах в других княжествах. Новый пляж, пляж Альхира. Это, собственно, не пляж, а это целая такая туристическая зона. Теперь она располагается вдоль берега, который пролегает от центра города на 5 километров до отеля Шаратон Бич Ризотт Энспа. 3,5 километра этой территории были оборудованы. Теперь здесь есть пляжи, есть площадка для катания на скейтах. Здесь появились рестораны, здесь появились пляжи. Кроме того, здесь есть променад, дорожка отдельно, дорожка для бега и отдельно велосипедная дорожка. То есть такое вот место отдыха на любой вкус. И на восточном побережье пляж в Хорфакане, он был всегда, собственно, это естественный пляж, но за последнее время его оборудовали. Его сделали полностью оборудованным пляжем. Здесь появились кабинки, кафе, душевые. Можно арендовать необходимое оборудование. У меня есть площадка с детскими аттракционами. То есть это стал полностью оборудованный пляж. И могут воспользоваться не те, кто живут, не только те, кто живут в Хорфакане. Но, допустим, вы совершаете поездку на машине или на автобусе по Эмиратам. И здесь будет прекрасная возможность остановиться, отдохнуть и перекусить. В самом городе, конечно, отдых не ограничивается пляжами и, конечно, хочется каких-то развлечений. Но прежде всего в Шарджа есть остров Альмантаза. Он находится на лагуне в центре города. Здесь расположено два парка. Это парк аттракционов и аквапарк. Они фактически собраны в один комплекс. Первый парк – 26 аттракционов, колесо обозрения, туристический паровозик. И аквапарк – 35 аттракционов, начиная с таких вот серьезных спусков для взрослых и заканчивая аттракционами для детей от 4 лет. Везде дежурят спасатели. Они всегда помогут, следят за порядком, за безопасностью. Место полностью безопасное для посещения с детьми. Естественно, здесь есть места, где можно перекусить. Есть два кафе. Есть киоски, где можно купить водичку, какие-то там сладости, бутерброды и так далее. Стоимость достаточно, так сказать, умеренная. Опять-таки, не будем сравнивать с нашими соседями. Стоимость вполне доступна для посещения на целый день всей семьей. Причем можно купить билет на посещение обоих парков на весь день. И вы сможете посещать все аттракционы, которые есть на территории этих парков. В Шарже есть двухэтажный автобус. Два маршрута, красный и синий. Биг Баз, так называемый. Все про Биг Базы можете найти на сайте Шарже Сити Сайдсинг Турс. Стоимость маршрута. Великолепная возможность познакомиться с Шарже, посмотреть все достопримечательности практически за один день. Действует система Hop-On-Hop-Off. То есть вы покупаете билет на целый день. В любом месте маршрут вы можете сойти. Потом можете опять сесть и продолжить маршрут. Вам выдают наушники. Вы можете подключиться к аудиогиду. Есть выбор языков. И там есть, в частности, русский язык. Популярное место отдыха в Шарже. Одно из наиболее известных. Это набережная Альмаджаз. По-английски называется Альмаджаз Waterfront. Это зеленая, вы видите, такая зона. Здесь есть и мечеть. Но дальше, вот там, ближе к лагуне, здесь расположилась серия, такой подковой серии ресторанов. И непосредственно в акватории лагуны располагается фонтан Шарже, который включается каждый вечер в районе четырех часов и действует до одиннадцать часов. Наблюдать можно за фонтаном бесплатно. Просто, так сказать, выйти на набережную или заказать столик в одном из ресторанов. Там у всех ресторанов есть специальная такая, так сказать, площадка открытая. И вы можете там, так сказать, прекрасно поужинать и посмотреть за представлением фонтанов. На территории этого парка есть детские игровые площадки, есть сплэш-парк, то есть парк, где бьют разные фонтанчики воды и в жаркую погоду. Это очень, так сказать, приятно, потому что все время можно охладиться. Здесь есть дорожки для бега, есть места, где можно просто посидеть на травке, отдохнуть. То есть такое, так сказать, очень популярное место отдыха. В Шадже есть также гольф и стрелковый клуб. Гольф, ну, я знаю, что в Казахстане одна из тех стран, которые любят гольф. Поле на девять лунок, но можно играть восемнадцать. Подсвечивается в ночное время, поэтому, когда не очень жарко, здесь можно поиграть на поле. И здесь есть еще два объекта на территории гольф-клуба. Это стрелковый клуб. Фактически каждый может прийти пострелять из любого вида оружия. И, так сказать, там же можно и пообедать или поужинать. Там есть неплохой ресторан. И еще на территории клуба есть две территории, которые отведены под пейнтбол. Это открытая территория для летнего времени и открытая для зимнего. Те, кто работают с группами, для вас может быть это интересно, потому что вы можете организовать такой тим-билдинг, команды, которые будут сражаться, так сказать, на территории клуба. Но это надо делать заранее, бронирование требует времени по меньшей мере, за месяц или, может быть, даже немножко больше. От набережной Маджас идем направо, и мы с вами оказываемся, видим очень красивую мечеть в фатимитском стиле, мечеть Аннур. И рядом с мечетью находится остров. На острове расположен небольшой ботанический сад. Вход на остров платный. Стоимость билетов зависит от того, что вы хотите посетить. Самый главный, самый интересный объект на острове это дом бабочек. Вы видите его здесь, на этом слайде. Это коллекция живых тропических бабочек. Примерно 500 экземпляров бабочек обитают одновременно здесь. Стоимость посещения 45 дирхам. Здесь же есть павильон, книжный павильон. Здесь проводят занятия йогой по утрам, по вечерам. Здесь же есть пристань, откуда можно нанять лодку и с электромотором такую стилизованную подстаринную арабскую лодку Абра и покататься по лагуне. Но идем с вами дальше. Проходим мимо центрального рынка. Оказываемся в районе Аль-Маджара. И здесь, в районе Аль-Маджара, находится такой необычный объект комнаты дождя. Темное помещение. Практически вся площадь помещения это сплошной душ. Но если не делать резких движений, то вы здесь прекрасно выйдете практически сухими. То, что не упадет ни одна капля воды на вашу голову, я вам обещать не могу. Одна может упасть. Но максимум две. В целом, вы выйдете оттуда сухими. Туристы очень любят, потому что здесь очень необычное освещение. Селфи получаются очень в виде силуэтов. И на самом деле туристы с удовольствием сюда приходят. Может, приходят не с большим удовольствием, но уходят с удовольствием и потом долго рассматривают получившиеся у них фотографии. Особенностью Шаджи является то, что Шаджи признана ЮНЕСКО, организацией ЮНЕСКО, городом арабской культуры. И это не случайно, потому что в Шаджи очень большое количество культурных и исторических объектов. И это одна из привлекательных сторон отдыха в Шаджи, в том числе отдыха с детьми. Потому что помимо отдыха в виде развлечений, детям можно предложить очень много с точки зрения познавательного в Шаджи. Но музеев больше 20. 16 из них входят в управление музеев Шаджи. Шаджи Мюзеем Афорити. Вы можете зайти на сайт, посмотреть все музеи, описания. Стоимость посещения везде одинаковая. 25 дирхам. Дети до 12 лет 12 дирхам. Пожилые люди-инвалиды с сопровождающими проходят во все музеи бесплатно. Цены очень щадящие. Все символические практически цены. Единственное, что есть целый ряд еще музеев в пустыне находятся. Вот то, что в пустыне, лучше с собой иметь кэш. Потому что там бывают иногда сбои с интернетом. И карточки очень бывают. Не всегда сразу проходят. Поэтому 25 дирхам или там сколько-то на семью. Я думаю, нетрудно держать в кармане. Поэтому проблем у вас не должно быть. Но это такая небольшая подсказка. Один из крупнейших музеев Шаджа это музей исламской цивилизации. Он вообще, так сказать, вход бесплатный. Это музей. Здесь есть и залы, посвященные религии, исламу. И есть залы, посвященные историческому наследию арабского халифата. И, собственно, тому вкладу, который арабский халифат внес в развитие мировой цивилизации. Достижения различные, так сказать, связанные и с наукой, с астрономией, с различными машинами, которые создавались, которые существовали. Арабы, так сказать, заимствовали очень много у древних цивилизаций, таких как египетская, индийская, китайская, иранская. Развили это. И потом, так сказать, это все попало через арабов, через Испанию в Европу. И, в общем, так сказать, я всегда привожу этот пример, когда меня спрашивают, а что собственно? Что, ребят? А слово химия – это арабское слово. Слово алгебра – это арабское слово. Слово алкоголь – это арабское слово. Даже слово цифра – это цифр, по-арабски это ноль. Поэтому, то есть какие-то были шутки на эту тему, что вот мы вас оцифруем, то есть если переводить на арабский язык, мы вас обнули, получается. В Шарджи есть очень интересный музей в городе классических автомобилей. Вы видите, вот здесь его на… один из экземпляров на фото справа. Есть историко-этнографический музей, он называется «Хридж-Мюзеем». Находится в центре города, в районе сердца Шарджа. Тоже очень интересный музей, который рассказывает о традиционном бытии арабов где-то 100-200 лет назад. Можно посетить форт, можно посетить музей каллиграфии, есть музей авиации. То есть музеев очень много, и, в общем-то, так сказать, если вы планируете поездку в Шарджу, наверное, надо подумать и составить небольшую программу посещения различных музеев. Но я уже упомянул сердце Шарджа, и один из объектов открытый такой музей под открытым небом – это квартал, старинный квартал, который был восстановлен. Но проект еще не завершен, он будет завершен через пару лет, но он практически на 90% готов, и вы можете оказаться в старинном центре Шарджа, восстановленном максимально в том виде, как он существовал 150 лет назад. Здесь есть, я сказал, этнографический музей, здесь есть музей «Дом Набуды», это дом богатого купца, который можно посетить, посмотреть, как жили арабы, богатые арабы в те далекие времена. Здесь есть три традиционных рынка, которые тоже стоит посетить, во всяком случае, если вы интересуетесь традиционными сувенирами, коврами, духами, ювелирными изделиями и так далее. Тут же находится и уникальная, официальный отель «Чедди Альбейт», отель, который основан на старинных домах, принадлежавших богатым людям Шарджа. Буквально неделю назад пришло сообщение о том, что отель расширился, еще два старинных дома были присоединены к этому музею, появились и новые бассейны, новые номера люкс в этом отеле. Отель бутиковый, отель пятизвездочный, но цены вполне доступны, и это уникальная возможность побыть, пожить в аутентичной, старинной обстановке богатого арабского дома. Великолепные рестораны с кухней, такой фьюжн. Я думаю, на пару дней здесь остановиться захотел бы любой. Чем еще интересно Шарджа? Шарджа – это прекрасное место, где можно познакомиться с самой разной живностью. Дети, как правило, любят животных, животные очень часто отвечают этой взаимностью, поэтому в Шарджа есть очень много объектов, где можно познакомиться с различными животными, в том числе, или в первую очередь, я бы сказал, с теми животными, которые обитают на Аравийском полуострове на территории Шарджа в частности. Но у нас может быть такое представление, что, да, пустыня, что там живет в пустыне, но тушканчики, может быть, там еще кто-то. На самом деле это совсем не так, и жизнь в пустыне достаточно богата. Здесь много разных живностей, в том числе много хищников различных. Поэтому есть целый ряд объектов, которые стоит посетить. Но это парк пустыни, который находится недалеко от Шарджа, в районе города Атдаид. Это примерно 40 минут езды, может быть, даже поменьше сейчас. Это комплекс. Здесь два музея. Музей естествознания. Вот вы видите один из залов музея естествознания. Вот здесь слайд 4 справа внизу. Ботанический музей, в котором собрана коллекция всех растений, которые упоминаются в священном Коране. Здесь же есть зоопарк наоборот. Почему наоборот? Потому что мы с вами в помещении звери в вольерах. И здесь можно посмотреть вот как раз тех животных, которые обитают на территории Аравийского полуострова. В Кальбе есть два интересных объекта. Это центр сохранения горной природы Альхифая. Он похож на парк пустыни по своей концепции. И есть еще, так сказать, центр сохранения хищных птиц. Это частное заведение. Оно появилось вначале просто как центр, где лечили птиц, которые пострадали, как правило, в районе аэропортов. Потом сюда стали свозить всех птиц, которые так или иначе были ранены, травмированы и так далее. И здесь, правда, сейчас начинается лето. В зимний период здесь проходят показательные выступления тренировки птиц. Самых разных, от маленьких до конча вот таким огромным грифом. Птицы летают совершенно свободно. Никаких сеток, решеток здесь нет. 45 минут представления. Примерно 40 или 45 дирхам стоит посещения. И потом можно еще поговорить с десировщиками. Но, как правило, они все англичане. Если вы владеете английским, можно с ними поговорить, обсудить эту тему тренировки, десировки птиц. Ну и в самой Шаджи есть интересный объект. Это аквариум. Аквариум Шаджи. Он находится в районе Альхан, там же, где и пляж, и основные большинство береговых отелей. Интересный объект. Он отличается от дубайского. Это 20 водоемов, в которых находятся в основном обитатели Аманского и Арабского Персидского заливов. Здесь есть акулы, есть мурены, есть скаты, всякая мелкая рыбешка, медузы и так далее, и тому подобное. В общем-то, достаточно интересное место. Ну, наиболее, говоря про знакомство с фауной, конечно, наиболее пафосное сейчас место – это сафари, Шаджи-сафари. Находится недалеко также от города Даид. Самый большой африканский парк сафари вне территории Африки. 120 видов животных, 12 различных климатических и этнических зон, есть большая пятерка, и три вида билетов – бронзовый, серебряный и золотой. Цены, по-моему, 40, 170 и… нет, 40, 75 и 175 дирхам. Золотой билет – вы путешествуете с индивидуальным гидом на лимузине, посещаете все зоны. Бронзовый билет ограничен по времени и по зонам. Серебряный – почти все зоны вы посещаете, но на групповом транспорте. Гастономическое путешествие, Шаджа, как и другие эмираты, предоставляет прекрасную возможность попробовать самые разные кухни мира в одном месте, достаточно компактно. Это европейские, азиатские кухни, африканские. Естественно, арабская кухня. Но хочу обратить внимание, часто, когда говорится арабская кухня, подразумевается арабо-ливанская кухня. Очень вкусная, очень разнообразная, с богатым выбором закусок, которые называются меззе. И вот меззе, они всегда должны быть кратно шести. То есть минимальный заказ – шесть закусок, двенадцать и так далее, до пятидесят четырех, говорят, а может быть даже и больше. Я за свою жизнь видел, по-моему, тридцать шесть максимум. И Шаджа еще в то место, где можно попробовать действительно национальную эмиратскую кухню, которая не так богата, как ливанская. Вы понимаете, что климатические условия Аравийского полуострова и Средиземного моря, они очень отличаются. Поэтому здесь своеобразная кухня, но некоторые блюда этой кухни можно попробовать. По меньшей мере, есть три места, где можно их заказать. Это кафе на набережной Аль-Маджас. И два кафе, которые находятся на территории сердца Шаджа. Это Арабиан Тихаус и кафе Аль-Арса на рынке Аль-Арса. Вот вы видите здесь слайды. Здесь можно попробовать аутентично арабскую кухню. Ну и обязательно, я считаю, что вообще первым делом, когда по меньшей мере для себя и для друзей, вставил, что самое интересное, самое вкусное в Эмиратах это сифуд, это морепродукты. Вот один из лучших ресторанов морепродуктов находится как раз в отеле Шаратон. Ну, вам, наверное, скажут про него немножко подробнее. Вот. Также можно попробовать сифуд на рынке, рыбном рынке Сукальджубайл. Вот. Там есть кафе-гриль. Вы можете тут же на рынке купить рыбу, креветки, там каких-то, так сказать, ракообразных. И вам в этом кафе их поджарят в том виде, как вы захотите. Шоппинг. Ну, я думаю, что шоппинг, так сказать, он всегда имел место по меньшей мере поехать в Эмираты и не сделать какие-то интересные покупки. Это вообще, так сказать, ты туда не ездил. Сейчас, может быть, шоппинг превратает в связи с нонешней экономической ситуацией. Шоппинг превратает немножко, так сказать, большее значение, чем это было еще пару лет назад. Вот. Шоппинг, шат же, интересный. Почему? Потому что он, я считаю, что он более дешевый, чем у соседей. И он более практичный. То есть, вы будете покупать не столько, так сказать, бутиковые вещи, которые часто, так сказать, дорого стоят, но их оденешь один раз и потом уже как-то неудобно второй раз надевать. Вот. А здесь более практичные вещи, которые вы можете найти, которые вы можете, так сказать, потом очень долго использовать. И шоппинг в шат же еще имеет, как бы, два уровня. Это современные торговые центры, современные магазины, бутики, которые расположены, которые расположены по городу. И это традиционный шоппинг, традиционные рынки. Вот. К ним можно отнести центральный голубой рынок. Вы видите его на центральном слайде. Его еще называют паровозики по его архитектуре. Вот. И три традиционных рынка, которые находятся на территории исторического района сердца Шарджа. Что еще интересно? Я сказал, что целый ряд туристических объектов появились в центральном районе Шарджа. Это прежде всего такой вот заповедник Млейха, археологический, экологический центр. Здесь проходит джип-сафари, здесь можно покататься на багги. Здесь появился центр парогладинга. Даже новички могут здесь испытать себя в этом виде спорта. Здесь есть археологический музей, и есть возможность познакомиться с древним человеком. Буквально вот здесь недалеко от музея в пешей доступности находятся предгория хаджанских гор, каменистых гор, и там есть следы пребывания древнего человека, который здесь появился примерно стоадцать пять тысяч лет назад. Вот. Это достаточно, может быть, интересно. Там собраны всякие артефакты и так далее. Часть из них осталась в пещерах, где жили древние люди, часть из них размещена вот здесь в филиале археологического музея. Основной археологический музей находится в самой Шадже. И здесь еще интересно, я рекомендую, потому что, ну, я думаю, что вот жители и Казахстана, и Узбекистана это могут и у себя, в общем-то, так сказать, испытать, выехать в пустыню, посмотреть на звездное небо. Вы знаете, насколько захватывающим бывает восточное звездное небо. В городе вы его не увидите, надо выезжать в пустыню. Вот в Млехе для этого все приспособлено. Здесь даже можно остаться на ночь. Есть специально, недавно открылся глэмпинг со специальной программой знакомства со звездным небом. Специалист, здесь программа включает ужин, завтрак, джип-сафари по пустыне и вечером получасовую беседу со специалистом, который покажет вам созвездия различные, расскажет про звездное небо и, в общем-то, сделает из вас начинающих астрономов. Двинемся дальше, немножко, так сказать, южнее от Млехи. И здесь есть два интересных объекта. Еще один музей старинных автомобилей, это музей внедорожников. 350 автомобилей, начиная с 1914 года, собраны здесь. Есть, в том числе, и амфибии, есть самые разные бренды самых разных стран. Я думаю, что интересно, так сказать, такой музей посетить и надо запланировать сюда посещение. А рядом есть геологический парк, это новый совершенно музей, Альбухайс, который рассказывает о геологической истории Аравийского полуострова на примере района Альбухайс. Потому что Аравийский полуостров не всегда был пустыней, не всегда был, так сказать, таким вот голым местом. А когда-то здесь цвели плодовые деревья, благоухали цветы, и древние путешественники описывали, что когда они подплывали к Аравийскому полуострову, они еще не видели суши, но они уже чувствовали аромат благовония. И на Аравийском полуострове было очень много пресной воды, потому что полуостров поднимался, опускался. В свое время, так сказать, Персидского или Арабского залива вообще не существовало, была просто низменность, затопленная водой, такая болотистая. Там в Италии бегемоты, крокодилы, слоны и, так сказать, так далее и тому подобное. Вот обо всем этом миллионная геологическая история Аравийского полуострова, она здесь сжата в интерактивные стенды, которые вы можете посмотреть. Но выезжаем на восточное побережье. Необычный вид, такой вот греко-римский амфитеатр. Действительно, те, кто давно не были в Хорфакане, пожалуйста, пишите и произносите Хор, а не КХ. КХ – это англичане так говорят, а правильно по-арабски Хор. Так вот, в Хорфакане появился пару лет назад вот такой уникальный объект на 3,5 тысячи человек. Здесь установлены климатические установки, и во время представления они охлаждают воздух, делают его более комфортно. Здесь же сделан искусственный водопад. за водопадом находятся помещения, которые можно использовать для каких-то деловых или семейных мероприятий. Еще, так сказать, вот, если вы находитесь в Хорфакане, что здесь интересно, ну, вот, смотровая площадка Сухум. 10 минут езды от центра города на машине на высоте более 600 метров построили вот такое, так сказать, строение, похоже на летающую тарелку. Это и смотровая площадка, это место отдыха и ресторан. Ресторан уже сейчас пользуется большим спросом, и здесь можно поведать, поужинать, но столик заказывать лучше заранее. Сюда же могут приезжать туристы, которые, как я уже говорил, совершают путешествия по Эмиратам, прекрасные виды на океан, на горы. Вдоль побережья, восточного побережья располагается много всяких крепостных сооружений, которые начали строиться после того, как здесь в 1500 году появились португальские колонизаторы, захватчики, и арабы начали строить различные башни, крепости, форты и так далее. Многие из них сохранились, и они добавляют вот, так сказать, к местным видам, такой, так сказать, немножко романтический, немножко исторический флер. Тоже примерно 10 минут езды на машине. Пресноводное озеро, которое возникло, когда построили дамбу Арафиса, специально построили, чтобы собирать пресную воду. Здесь сделали зону отдыха, купаться, вот, насколько я знаю, здесь не рекомендуют, но покататься на водном велосипеде, на каное, здесь есть детская площадка, ресторан, там даже место, где можно детям уточек покормить, вот, сюда можно приехать, так сказать, как-то сменить обстановку от пребывания постоянно на океанском берегу. Есть пешеходная тропа, 3 примерно километра, ну, уровень сложности минимальный, но желательно спортивная обувь, головной убор, очки, бутылочка воды, вы пройдете по водоразделу, как раз посмотрите вблизи многие старинные сооружения. Ну, и Хорфакан, еще место, где есть центр дайвинга, и поскольку это океанское побережье, здесь можно понырять и с маской, и с токой, потому что дно здесь интересное, много рифов, много всякой живности, вот, я думаю, что это будет интересно. Буквально недавно в Хорфакане появился новый отель, он в какой-то степени, это четырехзвездочный отель, он, как бы сказать, аналог Альбейта в самой Шарджа, это группа домов, которые принадлежали богатым жителям Хорфакана, их объединили, сделали отель, тоже в таком арабском стиле, с аутентичной иногда мебелью, какими-то там артефактами, называется Нузуль Араихин, то есть, это то место, где путешественник спускается с верблюда, остановка, остановка для путешествующих, вот, ну, может быть, как-то подойдет караван-сарай, да, дворец для караванов, 35 номеров, 20 старинных домов, гости отеля могут пользоваться услугами спа-центра и пляжа известного, так сказать, отеля Ощаник, Хорфакан, Ризотт-ин-спа, расположенного здесь же. Ну, и Кальба, Кальба, большая часть Кальбы, это зеленая территория, есть много пресной воды, которая течет с Хаджарских гор, большая часть Кальбы, это заповедник, и здесь вас ждет в основном экологический спортивный отдых. Вы можете совершить по прогулку на каноэ в мангровые заросли, мангровые деревья, единственные деревья, которые живут в соленой воде, естественно, что здесь много всякой живности прячется, с инструктором можете увидеть здесь и черепах, и крабов, там, и еще каких-то, так сказать, паучков, змеек, птичек и так далее. Если подняться в город, там есть спортивный лагерь, там можно покататься на горных велосипедах, есть сделана специальная трасса для горных велосипедов, пострелять из лука и покарабкаться по веревкам по веревочному городу. Здесь расположен отель, такой бутиковый отель Кальба Кингфишер, Кингфишер ретрит, эко-отель пятизвездочный в виде тентов, таких, шатров, но со всеми, так сказать, удобствами располагается он как раз за этими мандровыми зарослями. Ну, идем дальше. Официально пандемию отменили, вот, и в шатже восстанавливаются события, всякие мероприятия. Уже прошли сороковая книжная ярмарка, крупнейшая на Ближнем Востоке книжная ярмарка в ноябре. Прошли гонки на скатерах и водных мотоциклах в декабре. В феврале фестиваль света прошел в Шарджа. Сейчас проходит в Шарджа Биеннале до 11 июня такое культурное мероприятие международное, в котором участвуют на 19 площадках 70 художников, скульпторов. То есть вы можете как-то разбавить свой досуг, посетить один из этих объектов, посмотреть на современное искусство. Ну и в принципе есть такой сайт Шарджа Эвенс. Вы можете зайти туда и получить информацию о всех грядущих мероприятиях, которые будут проходить в Шарджа в ближайшее время. Ну и на этом мое время истекает. Я хочу закончить свой рассказ. Вопросы пожалуйста в чате. я сейчас уступлю место моей коллеге, которая будет рассказывать про отель Шаратон Beach and Spire. После этого мы скажем про розыгрыш ваучера. Хотите получать новости пожалуйста подписывайтесь на нас visitcharja.ru мы в телеграмме и вконтакте присутствуем. на этом я заканчиваю. Юля, я готов вам предложить слово. Алло, Юля. Юля Березина. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать. Передаем слово. Спасибо большое, Сергей. Сейчас я открою презентацию. Добрый день. Меня зовут Юля, я представляю Шаратон Шарджи Beach Resort и Спас. Спасибо большое Сергею за очень подробную как всегда презентацию. Наш любимый Эмират Шарджа. Действительно очень много еще происходит. Эмират очень стремительно развивается за последние именно пару лет. Я бы сказала, очень много еще построили. Сегодня мы поговорим с вами о Шаратон Шарджи Beach Resort Спа. Это пятизвездочный отель на первой береговой линии. Сразу хочу сказать, если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете писать мне. Можете писать в чат. Я сейчас вам отправлю в чат свою почту и также номер Ватрапа. И я вам отправлю ссылку на наш телеграм-канал. Здесь вы сможете найти он на русском языке. Здесь вы можете найти все материалы, презентации, видео, все последние именно новости, которые у нас происходят. и я думаю будем начинать. Начнем с этого слайда. В принципе, как мы можем видеть, очень красивое здание, построен в абсолютно арабском стиле, огромный замок, вы его никак не пропустите, если будете приезжать. Я думаю, со всей стороны Шарджи достаточно его видно. Шаретон Шарджи находится на первой береговой линии. у нас всего девять этажей, ну, восемь этажей, на которых расположены номера. Также у нас есть два крыла, это Шарджи крыло и Монкрыло, потому что у нас отель практически рядом с номером Монжман, и в них у нас находятся клубные номера для наших гостей. Всего у нас здесь написано семь ресторанов, три бассейна, сейчас попозже расскажу, собственный пляж вай-фай спа подгетный зал и фитнес-центр развлечения для детей. 349 номеров, категория номеров, которые у нас имеются в нашем отеле. На фотографии вы можете увидеть, как, в принципе, у нас выглядит начальная категория, это Deluxe Room, то есть самая начальная категория будет Deluxe Room. Если гость хочет с балконом, то нужно бронировать в балконе все Deluxe комнаты, у них будет вид на город. Суперер номера вид на море. Такое подробно в основном в телеграм-канале, поэтому можете посмотреть там. Я хотела бы сегодня рассказать, что у нас снова добавилось. У нас есть семейные номера с яростными кроватями, что очень, на самом деле, удобно для гостей. к сожалению, окна в отеле не открываются. Если мы посмотрим, здесь в принципе видно, они получаются как пол, поэтому у нас нет возможности открывать окна. На данный момент сейчас будет лето, и в основном во многих отелях не открывают окна, потому что очень сильная влажность на улице. Если вы откроете окно, в номере все запотеет, и будет неправильная температура. это очень плохо для самого здания. Можно открываться только не окна, а где у вас будет балкон, соответственно, гости могут выйти на балкон. Дальше снова возвращаюсь к семейным номерам. По размещению ProDollux хочу сказать, что там два взрослых, два ребенка, даже не два, извиняюсь, два взрослых, один ребенок до 12 лет. Номера будут либо одна большая кингсайз кровать, либо две раздельные кровати. Раздельные кровати достаточно большого такого размера. Сушить белье, да, есть, конечно, в ванной, на стене, там есть веревочка, можно сушить белье, и у вас в номере регулируется кондиционер, поэтому гости могут отрегулировать, чтобы было похолоднее. Пожалуйста. насчет размера кровати хочу сказать, когда гости выбирают две раздельные кровати в Делакс или Супериар, они могут взять, допустим, если бы взрослых не особо большие, и ребенок, я бы сказала, летом, 7-10 лет, они могут спать раздельно. вот, когда уже ребенок побольше, я советую всегда либо семейные номера, либо с доп. кроватью, доп. кровать за дополнительную плату, в номерах бесплатно есть, можно попросить бэби-кот, это кровать для маленьких деток, то есть для младенцев, манеж, и в номерах все есть, халаты, тапочки, чипги, кофе, чай, если что-то в номере не хватает, можно позвонить на ресепшн, попросить, все донесут. Шампунь, кондиционер все так же присутствует. Здесь мы видим категории номеров, самые любимые категории номеров у всех наших туристов это Делакс с балконом, Супериар с балкона, потому что там видно море, у них у всех прямой вид на море, и у нас удобное расположение даже по этажам, потому что у нас в принципе отель находится на возвышенности, и у вас даже первый этаж будет идти там практически уже считайте, как, я не знаю, как с пятого, ну, с третьего, с пятого и очень удобно это клаб-номера, клаб-номера, клубные номера, все те, которые редакуют клаб-румс, вы можете видеть снизу клаб-тауэр-суит, клаб-делакс-суит, чем удобно, у вас большая семья, вы берёте клаб-румс, у них там есть либо кинг-сайз, либо твин-сайз кровать, дальше есть диван, мы там можем постелить одеяло, простынь, подушку, но если у вас ребёнок, то, конечно, лучше брать в дом кровати и плюс, если даже у гостя будет биби, допустим, они будут только на завтраках, у них будет доступ всё равно в шарпен-клаб-лаунж, это у гостей, у тех, у кого клубные номера и высшей категории, там подают кофе, чай, воду в течение дня, также там есть закуски, там подают завтраки, там подают вечерние какие-то перекусы, полудники, очень удобно, то есть у вас большая семья, деткам всегда нужно что-то постоянно кушать, и поэтому они могут ходить в клубный лаунж. Это по номерам, если есть какие-нибудь вопросы ещё по размещению по балконам, тогда пойдём дальше, немножечко загружается, тут у нас прощаем-клаб-лаунж, она в принципе рассказала, дальше у нас есть рестораны, и по типу питания я тогда сразу скажу, у нас 7 ресторанов, ресторан-гости и основной ресторан со шведским столом, где гости завтракают, обедают и ужинают. У тех, у кого BB на завтраке все напитки включены, у тех, у кого Havboard, Fullboard, у них будет включены на завтраке тоже все напитки, и получается, если, допустим, Havboard, обед с ужином можно менять, на обеде и на ужине один напиток на выбор, и Soft Inclusive все напитки безлимитные. Плюсом, если Fullboard и Soft Inclusive у гостей есть возможность поменять, допустим, они хотят пообедать не в основном ресторане, а они хотят пообедать в других наших ресторанах, каких я сейчас расскажу, они могут туда пойти и им дадутся отменять. Это тех, у кого есть Fullboard и Soft. Марасси можно в нем поужинать, потому что они работают с 6.30. Марасси фирменный старый морепродуктов, прекрасный ресторан, у нас есть там есть прям два аквариума, есть живая рыбка, можно выбрать, что вам приготовить, как приготовить, также подаем там сушу, у нас там есть Venta Box, прекрасный ресторан, потому что у нас есть там шикарная терраса, вот здесь вот как на фото вы видите, и также у вас будет прекрасный лыжи с видом на море. Хороший вариант, особенно когда гостите, знаете, на шведском столе, и они хотят чего-то новенького, что-то вкусненькое, то они могут пойти на ужин на просе. Дальше Ародживан это местная кухня, местная кухня это здесь, что в основном подают ночь пус, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это с орешками, очень-очень все вкусно, рассказывал, кстати, Сергей про местную кухню, в этот ресторан тоже, кстати, могут пойти те, кто на софт и на фуборфи. Дальше у нас есть Альмахат, Альмахат это просто уникальный сигарный лаунж, потому что такого еще в шарже нету, в сигарный лаунж где можно прийти, выпить кофе, выкурить настоящие сигары, у нас там есть настоящие сигары, Дальше, линк-кафе, здесь почему-то фото, линк-кафе это наш кофешоп, который у нас находится в лобе, когда гости заезжают, самое важное, выпить кофе, посидеть, пока вас заселяют, обычно это так происходит, поэтому варианты у нас очень много прекрасных десертов, очень много вариантов полезных перекусов, каких-то с утра что-то покушать, что-то съесть. Дальше Алькуптан это ресторан и терраса, там тоже могут поесть гости на софт и на футбол. Еще что я хочу сказать о софт, у софта All-Inclusive также включены на софт All-Inclusive гости. Смотрите, допустим, гость приезжает в отель, у него софт, он заселяется, что происходит дальше по питанию. Гость заселяется, у него есть возможность здесь какие-нибудь закуски или утренние перекусы, это кофе, круассаны в баре у бассейна с 9 до 12 у них там будут утренние перекусы для софт, дальше обед и уже до 7 часов вечера пока открыт бар у бассейна, у софт там есть возможность брать напитки, какие-то закуски, перекусы, сэндвичи в течение дня. Также у них есть завтраки, обеды, ужины. Ужин бесплатно, они могут поменять ужин с обедом, обед они могут поменять на Алькуптан бесплатно, там будут давать сет-меню. На ужин они могут поменять бесплатно, на Арджуан местная кухня и Мораси морепродукты. Это бесплатно, просто им там будут давать сет-меню. Я еще чуть попозже, я напишу по софт в Телеграме конкретно что кому, что можно. Мы просто сейчас работаем именно на информационном листе для того, чтобы давать нашим гостям. Дальше про мероприятия у нас танкетные залы, конференц-залы. Дальше что можно поделать в отеле, что у нас находится здесь интересненько. У нас есть два тренажерных зала, они работают 24 часа, есть отдельный зал для женщин, что всегда очень важно знать. Особенно, один он миксованный, другой отдельно только чисто для женщин. У нас есть фитнес-класс, у нас также есть тренер, это за допустимую плату. У нас три бассейна, у нас есть детский бассейн и также есть два открытых бассейна. Один у нас инфинити, другой у нас семейный. Семейный там просто он совсем не глубокий, поэтому у нас там в основном детский покупается. И инфинити там два метра угодно. Детский клуб. По активностям я могу сказать анимация у нас. Несколько раз в неделю они что-то придумывают. У нас ребята на пляже собирают перетягивание каната, игры для деток организовывают. Рядом с отелем я сейчас расскажу. У нас есть очень много автобусов, куда можно съездить. И сегодня еще Сергей рассказывал про Альхир бич. Поэтому я сейчас вам расскажу. Это отель шайн спа. У нас есть прекрасный лакшери спа. Там есть сауна, хамам и извиняюсь, просто сауна, паровая комната и айс бафф. Это холодные, когда знаете, после горячей банки нужно куда-то холодно окунуться. У нас есть холодные. Не купель, а там просто как бассейн, холодный бассейн, читайте. Это стоит 50 дирхам данного человека в оплате один раз за все ваше пребывание. Один раз. То есть не каждый раз вы туда хоть один раз заплатили 50 дирхам и все. Дальше у нас есть подокорты за дополнительную плату. Место расположения. При заселении депозит мы не берем, это не обязательно. Дальше про вопрос, что есть рядом с отелем и погулять не можно. Да, вы выходите из отеля, у вас есть два варианта. Вы идете либо в Аджман, идете либо в Шарджу. Если вы идете в Шарджу, прямо от нас начинается буквально в двух метрах начинается Альхиро бич. Альхиро бич это новая набережня, прекрасная набережня, там очень много ресторанов, каких-то кофешопов, там, знаете, если вы были на Джибиар, или вы рассказывали про гостя, показывали гостям, Джибиар это вот примерно то же самое, только лучше, наилле и меньше народу. Там есть также городской пляж, можно купаться. Очень приятное место, то есть вышли вечером куда-то прогуляться захотели, идете на Альхиро-бич в сторону Шарджи. А также там можно вообще до музеев дойти, там недалеко у нас совсем. Это если вы выходите, идете направо, сидите налево, там будет Аджман, в Аджмане там есть недалеко магазины, также Аджман известен в основном постоянный вопрос, в Шарджи запрещен алкоголь, у нас в этой линии подойдет и не серверует алкоголь, в Шарджи это сухой эмиран. Обычно гости привозят с собой, или в Аджмане в пяти минутах на такси есть там алкогольный магазин. Но самая главная пометочка, что на территории отеля, то есть при других гостях, бутылку с бутылками, пожалуйста, не надо появляться. все в шаговой доступности, это совсем недалеко, потому что в Шарджи запрещен алкоголь и кальяны. Но вы все это можете найти примерно в Аджмане, потому что вы выходите из отеля, идете налево, там буквально две минуты вы уже в Аджмане. Дальше. Вопрос следующий про детский досуг. У нас есть детский клуб, также у нас ребята на пляже организовывают всякие детские игры, в основном. А еще у нас есть детская, не детская, у нас есть игровая комната, мы недавно открыли, игровая комната, там у нас есть PlayStation, там есть бильярд, там есть настольный футбол, такие вот интересные вещи. Дальше. Про то, куда у нас ходят шаттлбассы. Шаттлбассы у нас бесплатные ходят во все торговые центры в Сахаре-Шарче. Это Альзахия, это очень большой, огромный новый молл. Дальше Мегамолл. И... Какой еще? И Сахара-Шарче. И мы недавно запустили автобус в Дубай. У нас ходит автобус в Дубай. Он не ходит каждый день, он ходит три раза в неделю. И он за дополнительную плату за одного человека там, по-моему, берут 50 дирхан, но это в две стороны. То есть, уплатите на 50 дирхан, мы вас отвозим, мы вас забираем. Все. Организовано, все очень удобно. Главное, заранее записываться за 24 часа. Если есть какие-нибудь вопросы по отелю, я немножечко подведу итог. Отель 5 звезд, первая береговая линия, депозит мы не берем, 349 номеров. Номера с балконом это отдельная категория, что обязательно нужно знать, потому что различаются цены. Суперер комнаты это вид на море, Делакс комнаты это вид на город. коннекшен номера у нас есть. Они у нас есть в Суперер либо в Делакс в основном. Семь ресторанов. Софт, как я уже говорила, у нас у софта есть безлимительные напитки, у них есть закуски в течение дня. Они могут менять обеды, ужины на другие рестораны бесплатно. Просто у них будет сет меню. То же самое с фулбордом и хаббордом. Они могут менять бесплатно, но у них будут напитки на выбор один напиток на одного человека. Пляжная зона отдельная для женщин, к сожалению, в нашем отеле ее нет, но если вдруг девушкам интересно, то от отеля недалеко можно доехать до Шарджа Лэйдис Клаб. Это женский клуб в Шарджи, там доехать и такси будет в Верхам 15. И там есть пляж отдельно для женщин, платите за вход, нужно туда присоединиться. Вот. Что еще? По ресторанам все понятно, по размещению все какие-нибудь вопросы, по Шаттлбассу мне тоже рассказала, депозита у нас нет. Если у вас будут еще какие-нибудь вопросы, я всегда с вами на связи свой имейл я оставила, я вам еще раз я сейчас вам его еще раз напишу. здесь презентация уже Я закрепила контакты Юлии, вы можете найти выше. Если у вас еще остались вопросы, вы можете успевать задать. Пока что давайте немножко про ваучер. Юлия, пожалуйста, расскажите условия ваучера, которые мы разыгрываем. Я думаю мы разыграем два ваучера. Даже там два ваучера на разыгрыш. Сейчас секундочку. Разыграем два ваучера на каждый ваучер на два человека на две ночи с завтраками и получается тогда кто первые два человека, как пилот. Первое. Коллеги у нас обережная механика. Кто-то первый посажает полный тур на представленный отель с отчетом двух часов по астанинскому времени кто-то выигрывает ваучера. У нас будет два победителя. Да. Динара получила приконцевый вопрос. В принципе если у вас есть еще вопросы, вы получили контакты наших коллег. Сможете задать их лично. Я хотела поблагодарить вас за прекрасную презентацию Сергея и Юлия. Спасибо вам большое за подробный рассказ про Шарджу и прекрасный Шараклан Шарджа и я думаю, что коллеги получили довольно подробно развернутое представление о представленном эмирате и поставленном модели. Спасибо большое вам лично Айгерим и компании Казьюнион за сотрудничество. Пожелаем вам успехов. Вот. Ну и надеемся, что этот сезон будет для вас удачным. Так, коллеги, я пока вы тут дублирую наши ссылки на QR-коды. Секундочку. Да, пока вы тут, вы можете подписываться. Опять-таки, для коллег из России и для коллег из Узбекистана в Telegram-канале мы пометим отдельные каналы для турагентов Узбекистана и России. Это будет канал B2B, то есть подробная информация только для агентов. Коллеги, спасибо большое за презентацию. Всем хорошего дня. Ах, как мило. Шаратан Шарджи любят наши туристы. Ну все, коллеги, завершаем вебинар. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо большое. Всем успехов. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok